Привет всем из теплой Калифорнии, в которой мы все-таки умудрились замерзнуть. Это Амулаб, вон там Лос-Анджелес, и это очень здорово, что мы сможем вещать отсюда. И первая новость для тех, кто боится, что его фотографии могут быть украдены, потому что Джаред Бишоп уже заботился о вашей проблеме и изобрел очень странный сервис, о котором бы хотелось бы поговорить. Здесь сервис, который называется EXIF, он позволяет вам хранить фотографии у себя на сервере, отслеживать всех, кто может их посмотреть, всех, кто их скопировал куда-то к себе и показывает их где-то еще. Соответственно, если вы считаете, что это было сделано незаконно, можете это дело заблочить. Немножко странный сервер, потому что... сервис, потому что непонятно, кто будет платить за это, потому что все это, естественно, платно, и, например, взять 10 тысяч показов какой-нибудь одной фотографии, ну или суммарное количество показов. Многих фотографий придется заплатить 3 бакса. Соответственно, если вы свадебный фотограф, у вас серия в 100 картинок, и ее посмотрело 100 человек, то вы уже должны 3 доллара. Ну, каков шанс, что ее украдут? Не очень понятно. Что вы думаете по поводу такого сервиса? Нужен ли он вам? Если он вам нужен, то напишите об этом в комментариях. Вторая новость прилетела из города, не так далеко находящегося от нас, из Сан-Франциско, Флориан Кайтс. Это сотрудник Гугла, который решил, что ему лень таскать с собой большую толстую камеру, он хочет взять с собой маленький телефон, естественно, это Google Pixel или какой-нибудь Nexus P6, 6P, и он хочет снимать звездное небо и волков, которые здесь кричат. Идея в том, что он продумал алгоритм, который позволяет делать до 64 картинок подряд. После этого они смешиваются в кучу, денозятся. По ссылке в описании есть примеры как до, так и после. И получается действительно очень-очень-очень крутые фотографии ночного неба, там есть звезды, там есть закаты, рассветы. Меня больше всего поразила фотография Млечного Пути. Нечто подобное, на самом деле, уже года два, может быть, полтора есть на айфоне, примерно такие же технологии, но вот конкретно такое воплощение, действительно поражает сознание, потому что снять звездное небо и Млечный Путь, а мы, кстати, находимся на территории обсерватории, на телефон, это очень круто. Окей, третья новость, это то, что мы очень долго ждали, потому что Capture One выпустил одно большое, очень значимое обновление, 10.1, и он теперь, аллилуйя, поддерживает послойный PSD, поэтому можно теперь из Capture One обработать, экспортнуть в Photoshop, и в Photoshop все это дело отретушировать, потом назад импортнуть в Capture One и продолжить цветкорить, если вам хочется. Можно также очень быстро и удобно накладывать фильтры, не очень понятно, зачем вам это нужно, если вы только что прогнали это делать через Photoshop, но, допустим, плюс улучшенная поддержка камер Fuji, это номер два, плюс трехступенчатый шарп, вы можете пошарпить чуть-чуть, потом еще чуть побольше, потом еще чуть побольше, и ваша картинка наконец-то станет резкой, или просто можете начать снимать на резкую оптику, и тогда таких проблем не будет. Поэтому ура, напишите в комментариях, чем вы пользуетесь, Lightroom или Capture One, или может быть вы тотальный ретроград, и что там, Adobe Camera Raw, Only and Forever. И мы переходим к новостям проекта Amulab.me, из новостей, но помимо того, что мы в другом континенте, у нас на предыдущей неделе прошел очень крутой, то ли стрим, то ли лекция, то ли практика непонятная, с Андреем Николаевым, это очень крутой оператор-постановщик, который заглянул к нам в студию и показал, как он проходит, какой путь он проходит, готовясь к какой-нибудь съемке. Он показал препродакшн от начала и до конца, безусловный пример, который он показал, очень простой, но зато очень наглядно показывает все этапы с 3D-шкой, с рендером, с фотошопом и, соответственно, постановкой того шота, который мы сделали в 3D-шке после этого. Если вы хоть что-то снимаете на видео, то я настоятельно рекомендую посмотреть хотя бы в рамках ознакомления. Объединенная сила Кэнона и Эля. Не тот, который пьют, а тот, который журнал, объявляет конкурс для девочек, которые могут поучаствовать, предложив какой-то фото-журналистский проект и при победе в этом конкурсе получает 8000 долларов гранта на продолжение этого проекта. Поэтому, если вы девушка, снимаете, то подробности по ссылке в описании. И на сладенькое у нас очень странная реклама. Походу человек является специалистом по визуальным эффектам, потому что за очень короткое время им удалось собрать почти 2 миллиона просмотров на ролики о продаже своего автомобиля. Как так может получиться, настоятельно рекомендую посмотреть. Особенно та часть с полетом в космос меня, конечно, больше затронула. На этом все. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова